Ты мне никогда не нравился, Коля Гумилёв. Я знаю. Ты был некрасивый, высокомерный, какой-то неуверенный в себе. Милый Коля. Знаешь, моему отцу не нравится, что я подписываю стихи собственным именем, а я не хочу его огорчать. Решила взять с себя псевдоним Анна Ахматова. Анна Ахматова. 5А это здорово. Князь Ахмат Чингизит мой предок. Его зарезал в шатре ночью подкупленный убийца. С его смертью закончилась монгольская ига на Руси. Появился новый поэт Ахматов. Я тебя любил, а ты меня нет. Я стала твоей женой, и у нас родился сын Лёва. Гумилёвёнок, а пока? Я печален от книги, томлюсь от луны. Может быть, мне совсем и не надо героя. Вот идут по аллее, так странно нежны. Гимназист, гимназистка. Как Дафнис и Хлоя. В ремешках пеналы книги были. Вместе возвращались мы из школы. Эти липы верно не забыли нашей встречи. Мальчик мой весёлый. На этой скамейке ты впервые признался мне в любви. Однако, ни таблички, ни самой скамейки вскоре не будет. Зато будет фотография Анны Ахматова на гумилёвской скамье. Ты и это знаешь. Сделает её твой третий муж. Разве мы всё не знали заранее? Да. Можно я сяду рядом? Ведь кроме поэзии между нами ничего не было. Даже сын не сблизил нас. Кстати, кто придумал эту идиотскую шутку про маму и папу? Осип. Я так и думал, что вон дальше там. Никогда не забуду, как Лёвушка вбежал в гостиную и громко закричал при всех. Мой папа поэт? А моя мама истеричка. Я рассердился, а ты обрадовалась, пришла в восторг. Стал обнимать его, приговаривая, умница, Лёвушка, ты прав. Твоя мама истеричка. Ты не любил мои стихи? Вначале да. Ведь все девушки играют на рояле, пишут стихи. Я не знал, что ты талантлива. Ну, а потом это всем известно, когда я вернулся с путешествия по Африке. Ты прочла мне свои новые стихи. И я сказал тебе, ты поэт. Надо делать книгу. Как странно подумать, что в мире есть что-нибудь кроме тебя. Что сам я не только начинаю бессонные песни тебе. Но света тебя замечали. Такой ослепительный свет. Там длинные пламени реют. Как два золочёных крыла. Вы больше ничего не хотите сказать? Хочу. Я Гумилёв Николай Степанович. Храбрый кавалерист. Отважный путешественник. Охотник на львов. Дуэлянт. И великий поэт. Разумеется. Забери у него книгу. Вам теперь не в библиотеку, Николай Степанович. Увести. Я сам над собой насмеялся. Я сам и себя обманул. Как-то мог подумать, что в мире есть кто-нибудь кроме тебя. Лишь белое в белой одежде. Как в пепломе древних богинь, ты держишь хрустальную сферу. В прозрачных и тонких перстах. А все океаны, все горы. Архангелы, люди, цветы. Они в хрустале отразились. В прозрачных девических глаз. Архангелы, люди, цветы.